А перемещаясь по земле, я двигаюсь на самом простом и дешевом наземном транспорте, как правило. Ночую в гостях у местных жителей, а не в гостиницах, хостелах или каких-нибудь пансионатах. Общаюсь с людьми без гидов и переводчиков и стараюсь увидеть мир таким, какой он по-настоящему есть. А не какой нам хотят его парить, продать разнообразные гиды или составители глянцевых буклетов или реклам. Он страдает, потому что его обворовывают, и он сам все теряет, считает, что его обворовали, теряет паспорт и его депортируют на родину. В этот раз он провел в Африке два с половиной месяца, и мы вообще-то не думали, что он столько долго продержится. Ладно, первым месяцем он был под нашим контролем, то есть он базировался в доме для всех. Я ему дал бумажку, а где-то вообще языков не знает. Он стал старше, чем Прохоров, и еще более растяпый он стал. Но в итоге они решили уничтожить всех белых фермеров, выгнать их, отобрать с них землю и раздать ветеранам борьбы за независимость. Землю всем раздали, но ветераны борьбы за независимость оказались плохими организаторами этого самого, плохими организаторами труда. И в итоге все, в итоге все повалилось вниз, все развалилось. Фабрики стоят многие, электричество тоже часто сломано. Еще хуже, чем в ЮАР. То есть все развалилось, все торгуют всем, чем попало, где угодно. В супермаркетах цены меняют по два раза на дню. Курс валюты проваливается вниз очередной раз. Там сломался лифт, ходи на 18 этаж пешком, никто на улице не приделает. И в итоге, значит, такая вот экономическая задница, а люди хорошие. А люди хорошие сами, хотя экономически все падает вниз. А люди очень даже неплохие. Помогают и подвозят автостопом, приглашают в гости и так далее. И очень многие люди знают английский язык. Вот такая особенность в Зимбабве. Потом число народу, так как их много стало, около 400 человек. Что я только на одной ноге мог стоять. Уже другую ногу прижали. Все было завалено этими курицами. Когда я уже подумал, что полностью около, ну, под сотню этих ящиков с курицами были уже на пароходе. Все было завалено этими курями. Ну, фотографировать нельзя, что ночью было, и откуда фоткать, непонятно. В итоге, там самый большой саркофаг с курицами начинают их за борт оттащить. И вот я смотрю, что поднимается, похож на саркофаг пирамиды Хеопса. Огромный саркофаг с курицами. И всем нагло так пукс. Все начинают ругаться матом на языке Чичева и отпихивать этих куриц. Эти курицы вдруг падают за борт. Их был в сентябре с курицем. Но там было 7 лодок вокруг, которые эти бизнесмены, они поймали этих куриц и опять там нагло. Что делать, непонятно. Никто не хочет, чтобы на голове у них была курица. В итоге, что произошло? Ну, это вот сетка была уже занята вся курицами. В итоге, самый такой смелый африканец забез сюда в эту шлюпку. И с этой шлюпки, с помощью этой веревки, стал поднимать наверх эти ящики с курицами. И в итоге организовалась целая гора этих куриных клеток вот там наверху. Как-то они были закреплены, и мы поплыли. А мне неудобно, чтобы мне еще плыть там больше суток, а я на одной ноге стою. Неудобно. Куда мне разместить свой организм? Рюкзак уже был закопан под этими курицами неизвестно где. В итоге тут еще было несколько корзин, таких довольно больших. Я думаю, я залезу в корзину. В одной корзине было всего лишь два рюкзака. Я затащил свое тело, затащил потом одну ногу, потом другую. А пассажиры смеются. О, ши-хи-хи, типа ши-хи в корзине. В итоге, значит, я залез. Ну, думаю, ночь. Пересижу как-то в корзине, а утром будет уже понятно, что делать. Я залез в корзину, съежился, так лежу. И вдруг мне на голову, так, большой ящик с курицами. Бабаб, значит, большой ящик с курицами поставил мне на голову. Ну, ладно, ладно, как-то заходил. Ладно, значит, все поплыли, поплыли с этим всем хозяйством. На мне курицы, курица, самые все начали капать на меня. Один из сетки, капка из курицы начали. Потом, значит, эта курица прорвала как-то сетку и вцепилась мне в голову. Ну, думаю, чепуха какая. Мне очень удобно, надеваться некуда, я уже закопан этими курицами. Так плыли-плыли. Перед рассветом этот самый пароход причаливает к острову. Оказывается, все курицы плыли туда. Такой интересный момент, что... Это самое интересное, как раз люди, которые живут в Африке. Мы встречаемся там в ходе путешествия с самыми необычными, интересными людьми. Всевышний подгоняет нам встречи с самыми интересными людьми. Даже не только африканцами. Африканцы, европейцы, азиаты. Все они нам попадаются в течение нашего путешествия. Мы видим самые разные стили жизни. И наше путешествие по Африке оказывается как машина времени. Мы попадаем в прошлое. Видим, как жили люди раньше, тысячу или пятьсот лет назад. Как живут люди, которые делают себе все сами. Которые сами строят себе дома из переписей, которые склеили сами, а не купили. Как они едят кукурузную кашу, сделанную из выращенной на участке своей кукурузы. Есть даже случаи, что африканцы делают себе сами даже кастрюли, например, из металла, как на Мадагаскаре, делают их у себя на участке, отливают металл. Мы встречаем, как люди там собирают воду, идут куда-то там далеко за водой, за сканистой, за водой. И люди там собирают дрова, что у них нет электричества, и они не трут мобильные телефоны. Но дети там совсем не являются несчастными. Мы видим, что дети там гораздо более даже веселые и активные, чем наши протертые телефонами дети. Видим, что люди, которые там живут, они остаются хорошими и гостеприимными, и классными людьми, хотя живут, имея гораздо меньше благ, чем у нас у самих. Полумиром, например, продают чужие товары. Можно продавать свои знания и умения, например, учитель, преподаватель, какой-нибудь онлайн-репетитор. Есть люди, которые продают чужие знания и умения, типа директора школы. И, наконец, можно, как Прохоров, пенсию получать. Но, когда возраст Прохора еще не дошел, работаю по первому методу, продаю свои товары. А скажите, пожалуйста, что думают о России в разных странах? А про Россию же патриоты России. Негры, африканцы, в основном, патриоты России. Вот так интересно, что среди африканцев очень много патриотов в РФУ. И люди, которые читают новости, имеют интернет и так далее, очень много России патриотов, желающих не только нам всего хорошего, но и думающих, как нам в Россию проникнуть и переселиться. Так что, как правило, африканцы-азиаты, как правило, хорошо относятся к России. Знают, что такая большая страна, есть такая Америка, есть Россия. А что мы, значит, поскольку мы против Америки, значит, у нас все нормально. У нас все хорошо. Так что, как правило, африканцы, как правило, антиамериканские настроены и Россию хвалят. Ну, не знаю. По всему миру в Южной Америке там по-разному есть. Такие и такие. В Южной Америке есть и проамериканские, и антиамериканские такие граждане. вот но где-то из двух амань какая-то где совсем ничего не знаю за что россия это путин и все больше ничего не после но понятно где-то совсем дерьмя даже вообще не знаете находится россия если человек географию не учил новостей не смотрел то может быть не в курсе знает что есть там на свете соседняя страна юар где-то еще есть что-то еще не все так что в целом хорошо от нас так пожалуйста еще перечитайте книгу практика вольных путешествий самая базовая книга которая дается знание как путешествовать автостопом как ездить на покупать машинах электричках локомотивов и так далее как ночевать незнакомый город как питаться как общаться если вы уже были рядом посещайте более дальние места посещайте страны более дальние к сначала безвизовых стран например я для вас специально сделают путеводку таджикистан с остальными гражданами тем что у нас есть и быть хорошими собратьями во всемирной семье человечества ну а теперь придем уже свободно тусовочный режим здесь из африка здесь из африка здесь из африка здесь из африка здесь из африки Субтитры сделал DimaTorzok